Привет, друзья! А давно мы не брали в руки паяльничек. А не спаять ли нам какую-нибудь схемочку, да из малого числа деталечек, да чтобы была полезная, удобная и практичная. Ну что, хватаем паяльничек и деталечки к паяльничкам припаиваем друг к другу, так, чтобы было красивенько и аккуратненько. Все делаем нежно, качественно, чтобы было на что посмотреть. Припаяли транзисторчик, теперь давайте припаяем к нему резисторчик, и сделаем так, чтобы деталей было как можно меньше. А чтобы деталей было как можно меньше, схемку мы будем использовать весьма и весьма упрощенную. Но упрощенную не значит совсем плохую и простую. Схемка у нас будет поразительно удивительная и микрофоном снабженная. Ну, по сути дела, это будет радиомикрофон с небольшой дистанцией действия. Не всегда транзисторы можно подобрать так, чтобы вся эта схема работала всего лишь в одной батарейке. Поэтому иногда приходится батарейки и добавлять. Учтите, питание будет всего лишь от двух пальчиковых батареек, при этом ток будет мизерный. И этих двух пальчиковых батареек хватит очень и очень надолго. Разобравшись с паяльным конфигурированием, мы получили очень симпатичную и весьма приличную вот такую простенькую схему. Да, красивая схема, она лаконична, потребляет мало энергии и при этом работает. А чтобы показать, как она работает, воспользуемся старым радиоприемником. Эта схема представляет из себя генератор Никиты Замоскворецкого. И удобство этой схемы в том, что работает она не только на динамических микрофонах, а также и на угольных. Применялась такая схема давным-давно, применяется и теперь. И в качестве генерирующего элемента служат сами провода и, конечно же, вот этот вот динамик. Если катушка динамика будет колебаться, в этом генераторе будут возникать колебания высокой частоты, промоделированные колебаниями мембраны, либо же катушки вот этого микрофона. Хотя это универсальный микрофон-наушник, нам он вполне подходит для наших целей. Две небольшие батареечки и переменный резистор, который задает ток потребления и частоту. Имейте это в виду. Подключим нашу схему через стрелочный амперметр. Это будет нам удобно и красиво. Вот так. И проверим ток потребления этой схемы в режиме покоя. Вся шкала прибора у нас сейчас 25 мА, 5 мА, 1 мА. То есть в режиме покоя наша схема потребляет от двух пальчиковых батареек меньше, чем 1 мА тока. Но пока что мы не видим, чтобы она работала. Давайте включим радиоприемник. Слышен эфирный шум. И немножечко с помощью резистора подстроим нашу схему. Послышался характерный свист и стало тихо. Наша схема начала генерировать. Ток потребления, давайте, в режиме генерации меньше 1 мА. И при этом схема уже может работать как радиомикрофон. Чтобы убедиться, что радиомикрофон качественно действует, сейчас я постараюсь продемонстрировать это своим голосом. Традиции для проверки радиопередающих устройств я должен схватить микрофон и подуть в него. Очень громкое дуновение, конечно же, слышно в радиоприемнике. Но я не рекомендую верить вот такой демонстрации. Надо взять радиоприемник и поднести к микрофону. Тогда, согласно всем канонам, должно произойти самовозбуждение схемы. И она запищит или засвистит. Мы убедились, что схема работает. Радиомикрофон передает в эфир на определенной частоте. Чтобы убедиться в том, что мы не заняли вот такой простой схемой весь диапазон, давайте перенастроимся. Точно настроившись на частоту, самовозбуждение произошло буквально на очень большом расстоянии. То есть микрофон очень чувствительный и очень хорошо работает. Но, сейчас я покажу вам некоторый прием, который поможет вам занимать не только одну частоту, а и менять ее легко. При этом в схему нам добавлять ничего не придется. Смотрите, что я сейчас сделаю. Сейчас радиоприемник настроен на передачу нашего радиомикрофона именно на определенной частоте. Вот, убедитесь. Радиоприемник принимает сигнал. Теперь мы немножечко расстроим радиоприемник. Слышно гудение и радиомикрофон уже не ловит. Но, сейчас я возьму вот этот резистор и слегка поднастроюсь. С помощью резистора я изменил частоту нашего радиомикрофона, и он снова работает. Попробуем продолжить. Попробуем еще изменить частоту на радиоприемнике. Никакого эффекта нет, то есть радиоприемник сместился по частоте. А теперь мы сделаем снова настройку резистором. И мы снова настроились на частоту радиоприемника, хотя тут как бы ситуация в обратном порядке. Изменяя с помощью резистора ток питания этой схемы, и хотя он очень маленький, мы убедились, что он там меньше чем 1 мА. Давайте посмотрим. Вот сейчас после последней настройки ток от двух пальчиковых батареек меньше 1 мА, даже половины мА нет. При этом микрофон очень хорошо передает в эфир на определенной частоте, которая задается током, проходящим через эту схему. И конечно же, вот частотой резонансной вот этого самого динамика. Тут могут находиться разные динамики, и от них будет зависеть та частота, на которой радиоприемник будет воспринимать этот звук. Между прочим, кроме длинноволнового и средневолнового диапазона, такой радиомикрофон очень легко перенастроить и на МГц. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. А на этом все пока. Надеюсь, вам схема понравилась, и вы с удовольствием дома ее спаяете. До следующих встреч!